Если вы спросите меня, по какому времени в Destiny 2 я скучаю больше всего, я назову вам период 2018-2019 год. Год с релиза дополнения отвергнутые. Новые режимы и механики, лучшие сезонные активности, куча секретов и много того, о чём игроки просили долгие годы до этого. Среди сообщества в то время многие тоже считают золотой эрой игры. Не значит, что всё было идеально, нет, конечно, но синтез из того, в каком состоянии была игра и её сообщество, а также взгляды на будущее, которые транслировала студия, и правда создавал тогда очень комфортную атмосферу. В этом видео я хочу вместе с вами вспомнить и порассуждать о том, почему время отвергнутых запомнилось нам как лучшее время в игре, все ли причины этих чувств можно объяснить просто ностальгией, или всё же было что-то ещё. Стоит ли ожидать чего-то похожего в будущем для игры? Ну и ещё я бы хотел поделиться собственными какими-то личными воспоминаниями из игры того времени, и буду рад, если вы расскажете свои истории об отвергнутых в комментариях. В общем, поставьте свой лайк за KD6, и после небольшой рекламы от спонсора видео начнём. Спонсор сегодняшнего видео проверенный сервис Dwing.net, который отлично подойдёт тем игрокам в Destiny 2, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит своё время и нервы. Благодаря обновлённым функциям сервиса больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, на видах в ассортименте появляется всё больше и больше, а цены становятся только доступнее. Теперь на Dwing есть всё, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLEWIPE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну ещё бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Дополнение отвергнутое вышло 4 сентября 2018 года, спустя год после релиза Destiny 2. В тот момент о Destiny нельзя было сказать, что она в порядке. Да, понимаю, это можно относить к любому году существования игры, мы всегда недовольны, но всё же. На релизе Destiny 2 не оправдало ожиданий кор игроков. В игре очень нелогичным образом были переделаны многие системы, например, странное решение о расстановке оружия и отсутствие случайных перков на этом самом оружии. Пожалуй, самые яркие примеры спорных решений. Чтобы понять, насколько плохо было игре тогда, на презентации GDC продюсер игры Джастин Труман как-то рассказывал, что в то время Банжи были готовы изъять игру из продажи и закрыть проект. Серьёзно так, да? Однако, что-то произошло и запланированное на осень 2018 года дополнение отвергнутое мало того, что увидело свет, так ещё и должно было исправить всё это недоразумение. То есть, прям починить игру в самом масштабном смысле слова, в основном полагаясь на фидбэк игроков. Вместе с тем, нужно было и сюжет игры развить, поскольку первыми мелкими дополнениями история игры никуда особо не продвинулась. Ну и Банжи выбрали самый жестокий и опасный путь. Путь мести. А главный сюжетный шок-поворот представили игрокам на Gamescom как раз в июне, пять лет назад. Ставка сыграла. С релизом дополнение собрало самые лучшие оценки как от игроков, так и от критиков, отметивших с восторгом то, что обновление улучшило не только Destiny 2 для тех, кто купил отвергнутое, но и для всех игроков, независимо от версии, которой они владеют. А также оценили то, что студия Банжи признала свои ошибки с запуском и первым годом Destiny 2, и теперь не просто вернула в игру то, что когда-то заставляло любить первую Destiny, но и добавила массу новинок, о которых фанаты просили в течение многих лет. В общем, да, успех. В конечном итоге, Банжи говорили о дополнении отвергнутые, как о дополнении, которое должно было выйти именно таким и именно в тот период времени для исправления эндгейма в первую очередь. Так что же такого именно дополнения сделало с Destiny 2, чтобы мы считали отвергнутых спасением игры? Что ж, ответить на этот вопрос на самом деле просто, и достаточно для этого вспомнить список изменений и посмотреть на главное нововведение года отвергнутых, сезонное обновление. Там много всего, но давайте пройдём по нескольким примерам и самым заметным изменениям. Во-первых, про оружие. Как я уже сказал, на релизе Destiny 2 система расстановки оружия была странной, и я не помню никого в то время, кто бы всерьёз думал, что это разумное решение переместить 70% оружия в третий слот, ограничив таким образом его использование. Так что то, что с отвергнутыми это исправили, и сделали при этом не просто кальку с Destiny 1, а реально удобнее и с большей даже гибкостью, уже было большим шагом, поскольку запрос на такое изменение был чётко сформулирован самим сообществом, и банджи его услышали. Второй, не менее важный запрос игроков, касающийся оружия, рандомные перки. На то, чтобы лут в игре было интересно выбивать и искать оружие и броню с теми перками, которые подходят под разный игровой стиль и активности, ушёл год обсуждения на форумах. Я всё ещё помню, как авторы контента негодовали от того, что ну а выбивать оружие теперь как бы зачем? Ну выпал какой-то револьвер, и всё. Никаких там советов по перкам, никаких билдов и рядом не стояло. С дополнением отвергнутые их таки добавили. И с тех пор гринд пушек стал иметь смысл, и это даже было интересно, поскольку всё было новым, это потом начался Рьюз и Рискин, но на втором году игры этого почти, если не совсем, не было. Коллекция снаряжения, система триумфов, живые локации вроде города грёз, изменяющегося от недели к неделе, с просто кучей тайны и секретов, которые было так интересно исследовать. Режим гамбит, который на релизе был и правда чертовски увлекательным и многообещающим. Новые суперы для каждого из подклассов, новые противники, новые типы оружия, новая система модов и изменения в экономике, а в течение года ещё и новенькая сезонная модель, в рамках которой реально различались способы добычи лута от сезона к сезону. До сих пор многие игроки спорят, что лучше, паноптикум или кузницы. Секретные миссии и подземелья тоже добавили в течение года. Просто масса эндгейм активностей и систем. Я не буду рассказывать так подробно о каждом изменении, потому что их было, ну, как видите, очень много, просто скажу, что большинство из нововведений напрашивались в игре изначально. До сих пор остаётся загадкой, почему те же перки или система оружия и некоторые режимы игры не были на релизе в самой игре. Кроме перечисленного, дополнение подарило и большую сюжетную кампанию, которая заметно так развивала мир игры, в отличие от ранее вышедших «Проклятия Осириса» и «Военного разума». Сюжет дополнения погружал нас в мрачную историю о потере, мести, слепой верности и лжи. После смерти одного из любимых персонажей, Кейда 6, игроки были ужасно рассержены. И на студию, что посмело отнять их любимчика, и на Ульдрана, спустившего курок, и на каждого отдельного оборона презренных, которых мы потом преследовали. Субтитры делал нас в мастер-классе. Эйс. Эмоционально история очень сильное значение имела. Однако, вот вам хот-тейк. Спустя время, я считаю, что сама по себе, сюжетка дополнения довольно простая, и в сравнении с той же «Королевой-Ведьмой» проигрывает. По крайней мере, первая её половина, которая выстроена как на таких погонях, на поисках баронов, по большому счёту ощущается это как череда налётов. В финале каждой из миссий нас ждал босс. Да, уникальные механики и характеры злодеев прикольно разбавляли геймплей, но в остальном занятие-то было не особо увлекательным. Пойди отомсти, потом пойди за следующим. Это тот самый дух вестерна, который разработчики упоминали в качестве референса, и идея очень крутая, но геймплей на лично мне сейчас, спустя годы, не кажется захватывающим. Куда интереснее стало тогда, когда мы уже начали наступать на хвост Ульдрану в городе грёз, но до тех пор не могу назвать сюжет, отвергнутый каким-то бриллиантом. А вот то, как развивалась история игры после дополнения, как на неё повлияло прохождение рейда «Последнее желание», вот тут, пожалуй, и правда золото. То, какой ореол таинственности был создан вокруг города грёз, как его хотелось исследовать, и как потом сказалось убийство последней Ахамкары Ривен на всей локации, вот это до сих пор непревзойдённый дизайн. Для тех, кто не застал то время в игре, или забыл, после того, как первая в мире команда закрыла рейд «Последнее желание», город грёз запустил ту самую ротацию одержимого проклятия. Мало того, что локация изменялась внешне, так ещё и открывались новые пути, секреты, а в скором времени и подземелье расколотый трон. И ведь до сих пор наследие истории отвергнутых остаётся нераскрытым до конца. Мы до сих пор не обнаружили последнее желание для рейда, не прервали порочный круг проклятия города пробудившихся. Но мне немного, честно говоря, даже обидно, что на саму локацию, вот уже год с лишним, нас особо-то не пытаются вернуть. А, и ещё не мог не вспомнить экзотические квесты того года на револьвер «Шип» или «Последнее слово». У каждого был увлекательный сюжет, раскрывающий детали из дремучего лора. Мой любимый момент квеста на пиковый туз. Револьвер Кейда, когда мы его получаем отремонтированного у оружейника, и тот растерянно спрашивает нас про Кейда. Вот, всё ещё до мурашек эта реплика, честно. Постой-ка. Слушай, а ты Кейда не видел? Ну и как я сказал ранее, не будем забывать, что именно отвергнутые включили в игру сезонную модель подачи контента и развития истории. И если с историей они справляются с каждым новым сезоном только лучше, то к качеству контента у многих наоборот появляется всё больше и больше вопросов. Те же сезонные активности стали просто однотипными. Я и сам много раз говорил, что не фанатею от сезонов в игре, однако почему выбрана такая модель развития, мне вполне ясно. Для игры сервиса это самый оптимальный путь в вопросе стоимости разработки и качества контента. И именно благодаря им игра смогла стать современным World of Warcraft. И жить так долго, что в 2022 году дополнения продаются ещё лучше, чем три года назад в доковидные времена. Но чтобы не уходить от главной темы далеко, давайте просто вспомним, что во время года отвергнутых в игре появилась тройка лучших сезонов. По факту четвёрка, но Season of Outlaw как-то обычно в счёт не идёт. Сезон Чёрного Арсенала, который познакомил нас с таинственным сообществом, создававшим когда-то лучшее оружие, и наследие которого мы помогали восстанавливать от кузницы к кузнице. Сложные пазлы, которые решали всем сообществом, потрясающие и пользующиеся по сей день популярностью экзотики. Ну и конечно, милое сердцу Ада 1. Мой Destiny Crush номер один. Чуть не забыл, что тут же появился и рейд Истребителей прошлого, который оказался самым быстрым из всех, и добавил в игру лучший Спэрроу и великую и ужасную анархию, за которой мы ходили ещё недели напролёт и кричали про расстановку на УНП. В общем, сезон подарил нам кучу хорошего контента и воспоминаний. Сезон Скитальца, последовавший следом, фокусировался на аренах плейлиста Gambit и обновил режим форматом Gambit Prime, более хардкорной и стратегической версией. Также во время именно этого сезона в игре появилась миссия на экзотическую пульсу «Идеальная эпидемия» — час испытаний, которая ну уж очень полюбилась игрокам и поставила на поток соревнования за всякие соло-флоулес, забеги в подобной активности. А вот режим суд из этого же сезона я хвалить точно не стану, как она раньше казалась душной, так и спустя время не скучаем. Более того, это в целом первая такая активность формата арены, которую потом стали добавлять в каждый сезон, без особо концептуальных изменений. Так что это такой вестник апокалипсиса и всех тех систем, которые мне не нравятся в сезонах до сих пор. А вот сезон изобилия, пожалуй, мой любимый. Это просто вершина сезонов, с которым я ещё на протяжении долгого времени сравнивал следующее обновление. Сезонная арена Паноптикум настолько хороша, что, чёрт, тут прям напрашивается слово «идеальное», без шуток. Разные залы с разными механиками, как в Роглайк-играх, фокусировка на награды. А ещё ведь разрабы нормально отреагировали на обуз лута из финального сундука, не фиксанули его сразу, а дали возможность игрокам нормально поформить оружие. И при том, это не ломало какие-то механики, вам всё равно приходилось завершать арену, вставлять руны в чашу. Это прям респект. Тот самый случай, когда есть вот эта тонкая грань между поломкой баланса и фаном, которая в конечном итоге, жесть какой выгодной в отношении всей игры в целом оказывается. В том же сезоне ещё и рейд Корона Скорби появился. Это, то есть, третий рейд новый за год. И хоть я не вижу особо смысла в таком количестве рейдов в течение одного года, но всё равно, каково, а? Наверное, всё же роляло по возможностям разработки в участии Activision и сторонних студий, которые привлекали на аутсорс. Можно ли сказать, что все эти восторги от дополнения отвергнуты, и его сезонов это просто ностальгия? Что ж, попробуйте. Уверен, что для кого-то так оно и есть, и, вероятно, многие скучают именно по состоянию сообщества игроков в то время. Комьюнити Destiny с тех пор не раз уже менялась. Многие, кто пришёл с отвергнутыми, ушли с обителью теней. А самый большой обмен аудитории случился к релизу «За гранью света» в конце 20-го года. Я бы даже сказал, что после дополнения на Европе сообщество игры изменилось до неузнаваемости. Так что да, отчасти есть в романтизации отвергнутых и доля ностальгии. Я расскажу о своей чуть позже. Но в остальном же вы обратили внимание на то, как часто в ролике я упоминал «Сообщество просило», «Сообщество обсуждало» и всё в таком роде. Дело в том, что Банжи, оказавшиеся тогда в критичной для проекта точке, выбрали план спасения игры через восстановление доверия игроков в первую очередь, о чём также рассказывали позже. Многочисленное собрание саммитов с игроками и авторами контента, активное участие комьюнити-менеджеров в диалогах на форумах — всё это сыграло критичную роль в том, чтобы добиться столь высоких результатов. Разумеется, игроки не всегда правы, мы очень часто можем просить от игры то, что не будет работать так, как нам кажется. Но, как я уже говорил в одном из своих видео, сила студии раньше заключалась в том, чтобы слышать игроков и находить решения, которые устроят и проект, и базу фанатов. Это отдельная большая тема, которую я бы с радостью обсуждал в рамках другого видео, но чтобы сейчас не растягивать, давайте поговорим о более понятных примерах. Снова о контенте. Для многих количество контента всё ещё определяющее понятие успеха-дополнения. И хотя с фактическим положением дел это не всегда одно и то же, всё же давайте перечислим. 10 миссий основной кампании, 4 новых налёта, 3 новых рейда в течение года, 9 новых суперов в подклассах, 1 подземелье, плюс несколько секретных миссий, вроде часа испытаний, 2 новые локации, можно даже назвать с половиной, учитывая все версии города грёз, 4 новые карты Гарнила, если вы ещё не забыли, что туда можно добавлять новые карты, новый режим Гамбит, и 4 карты для него. Много? Много, это даже не всё, ещё куча оружия, и того, что мы используем до сих пор. Но именно то, что отвергнутые добавили так много всего, для многих игроков, и подарило эффект крутого дополнения. На самом деле, по этой же причине, это дополнение навсегда проклято, потому что такой объём контента не может доставляться ежегодно, но игроки, получив это раз, ждут такого снова, и всё, что не подходит под формат отвергнутых, заочно для многих провал. Это особенно хорошо видно на контрасте со следующим дополнением Shadowkeep. Наиболее близкого эффекта смогло добиться разве что DLC Королева-Ведьма, отличное дополнение, она понравилась столь многим, и мне в том числе, но при том, контент это в ней в два раза меньше, чем в Отвергнутых. В нём Банджи раскрыли потенциал повествования, и на фоне конца света сюжетка Королевы особенно хорошо выглядит. Выглядит она хорошо и на фоне Отвергнутых в каких-то местах, я уже об этом говорил выше. Теперь немного о личных впечатлениях и воспоминаниях о времени анонса и релиза Отвергнутых. Когда я говорю об этом дополнении, я всегда вспоминаю то, как мощно Банджи работали тогда с сообществом, и я, как автор, конечно, тоже это ощущал. У меня не было возможности участвовать в многочисленных саммитах сообщества, отчего я тогда тоже очень грустил и завидовал ютуберам, которые гоняли в офис студии. Но всё же, в Москве мы с командой приняли участие в крутой масштабной презентации дополнения вместе с другими авторами контента и блогерами. Мы тогда вот прям очень запарились и, можно сказать, по интерактиву круто провели события. Очень горжусь командой, которая тогда работала над каналом. Летом перед дополнением у меня из-за графика не вышло улететь в Германию на Gamescom, и я лишь через знакомых получил возможность передать несколько вопросов для разработчиков, которые дали эксклюзивный комментарий каналу, и вот тут вот можно посмотреть это видео, сейчас оно интересно состарилось, ответы звучат не так, как тогда, так что посмотрите, вспомните. А после релиза в Москву приезжал один из продюсеров игры и проводил для отечественного сообщества авторов закрытую презентацию с материалами грядущих сезонов. Это тоже впечатляло тогда. Так что в целом, да, мое отношение к дополнению отвергнутые тесно связано с сообществом, которое тогда окружало и наполняло игру. Именно с отвергнутыми мой канал получил наибольший буст по просмотрам и подпискам, потому что комьюнити тогда вдохнуло полной грудью после несуразного релиза сиквела. И, наверное, для меня вот эта вот как раз ностальгия гораздо более важная часть тоски по дополнению, чем его игровой контент. Хотя, безусловно, с нескрываемой жадностью я изучал тогда новый контент и думаю, что это также чувствовалось в моих видео. Ну и давайте пока мы тут все не утопили в соплях и слезах подведем какие-то итоги. Дополнение отвергнутое может считаться отличным или лучшим по разным параметрам. Для кого-то это мрачная история и трагедия расставания с Кейдом, для кого-то увлекательное исследование массы загадок, кто-то скучает по отдельным активностям или по игрокам, с которыми проводили тогда время. Сравнивать каждое последующее или грядущее дополнение с отвергнутыми нет никакого смысла, поскольку оно было создано с конкретной задачей в конкретное время. Такие аддоны не повторяются дважды и уж тем более ежегодно сколько существует игра. И тот факт, что для меня или кого-то из вас отвергнутые остается любимым дополнением не должно перечеркивать того, что появлялось в игре в последующие годы. Просто концентрация нововведений разная. По-разному развиваются сюжетные линии и после отвергнутых в игре было не меньше крутого. Я с нетерпением жду грядущей презентации Банджи 22 августа чтобы увидеть что готовят для игры дальше и что вот это вот такое крупное сразу после релиза отвергнутых на графике. Но о своих ожиданиях от презентации я сделаю отдельный ролик и там их обсудим. Тут все же тема другая. Спасибо за просмотр. Снова напомню, что жду ваших историй в комментариях. До связи.